Добрый день. У нас в гостях управляющий партнер компании «Интелев Украина», переможец райдену топ-100 крачек менеджера Украины 2009 года. И мы начнем с вопроса, которые больше интересуют наших пользователей. Много где в прессе вы пиаритесь как «Интелев» лидер рынка. Какого рынка и на каком основании вы делаете такие громкие логики? Буду благодарен за ответ. Спасибо. Добрый день всем. Мы специализируемся на рынке управленческого консалтинга. Работаем уже 15 лет. По поводу рейтингов, то есть вот это лидерство определяем по множествам параметров. Есть интуитивные ощущения, собственно, издаем ряд книг, там активные, в прессе, встречи, количество проектов и так далее. Есть какие-то сторонние, более объективные оценки. Ну, например, в России проводятся регулярные рейтинги. И в рейтинге, который проводит эксперт, мы занимаем топ уже с 2008 года. Мы в топ-5 финансового консалтинга России. В Украине рейтингов нет нормальных в этой области. Соответственно, есть только интуитивные ощущения, какое место мы занимаем. Но, например, в последнем топ-100, поскольку чистого консалтинга там не было, мы попали в такую сборную солянку в основном там IT-компании, поставщики оборудования и так далее. Ну, даже в этом рейтинге, хотя у нас только услуги и консалтинг, мы заняли 12 место. И присутствуем там как единственная консалтинговая компания. Поэтому по разным причинам. Есть интуитивные ощущения, есть такая маркетинговая публичная активность, книги написания. Кстати, мало из консалтинговых компаний, кто пишет книги, мы это активно делаем. Вот и есть такие исследования. Барри, скажите, какую роль играет автоматизация процессов в компании? Становится легче работать, увеличивается прибыль или еще что-то? Ну, конечно, цель любой автоматизации и консалтинга должна быть повышение эффективности и увеличение той же прибыли. А как автоматизация процессов это делать? Ну, не напрямую. В первую очередь, процессы происходят быстрее. Количество ошибок в них меньше. Система автоматизации помогает и информационную поддержку пользователям, предоставляет информацию, и организационную, напоминает контроль исполнения, статистика исполнения и так далее. За счет этого процессы выполняются быстрее, ошибок меньше, решения принимаются быстрее, более эффективные, а за счет этого уже повышается прибыль. Таким образом. А такой скорее философский вопрос. Какие методы компании нужно использовать, чтобы выйти в лидеры на рынке? Что самое важное? К сожалению, такой универсальной панацеи и такого универсального решения нет. Это зависит от отрасли и конкретной компании. и вообще с какой точки зрения отвечать даже на этот вопрос. Стандартная управленческая парадигма – это цели, четкая стратегия их достижения, четкая структура, команда, мотивация, оптимизация процессов. Вот все это. Второй вариант – это понимать потребности клиента, любить своего клиента и удовлетворять их максимально. Третий вариант – любить свое дело и быть фанатом этого дела и вкладывать в него душу и так далее. Есть несколько таких рецептов и все они работают, поэтому это зависит от конкретной ситуации. То есть универсального лекарства нет. Скажите, имеет ли смысл автоматизировать процессы для малых компаний и не более 10 сотрудников? С какого уровня доходности предприятию стоит задуматься про автоматизацию? Автоматизация процессов – это вещь такая широкая. Имеет смысл иногда начинать автоматизацию с одного человека. Я для себя автоматизировал некоторые вещи. При этом понятно, что для большой компании нужно использовать простые, какие удобные, дешевые способы автоматизации. Например, Outlook и Excel. Даже с помощью этих простых инструментов можно автоматизировать какие-то процессы. Критерием является не размер компании, а испытывает ли вы проблемы, если у вас проблемы с качеством, с боями, сроками, нареканиями клиентов и так далее. Если это все есть, то тогда автоматизация, кстати, не единственный инструмент, но тоже является таким инструментом, который поможет, а, решать эти проблемы, увеличить прибыль, продажи и так далее. Борис, есть мнение, что оценить эффективность автоматизированной системы можно в количестве персонала, сокращенного после ее внедрения. Поддерживаете ли вы такой подход? Нет, не поддерживаю. Потому что количество персонала может быть сокращено иногда или увеличено после автоматизации. Почему оно может быть увеличено? Потому что появились дополнительные задачи, которые раньше в принципе в компании не решались. Ну, соответственно, и компания вышла на более качественный уровень. Ну, например, добавилась служба оценки удовлетворенности клиентов. И, соответственно, там определенные процессы, люди начали это делать. Но объективным критерием является не сокращение персонала, а окупаемость инвестиций. То есть, нужно рассматривать это как инвестпроект. Мы потратили на это столько времени и денег и получили такие-то эффекты в виде роста продаж, сокращения затрат, ускорения времени, удовлетворенности клиентов и так далее. И через это считать окупаемость. Касалтинговый рынок и автоматизация достаточно специфичны. Как вашей компании удается продавать, мягко говоря, недешевые услуги и продукты на рынке Украины, учитывая кризисные ситуации? Ну, сказать, что это совсем легко, это было бы неправда. Но, с другой стороны, что такое дешевые и недешевые? Даже если проект стоит, условно говоря, миллион долларов, но окупается менее чем за шесть месяцев, то это очень выгодная инвестиция, потому что для конкретной компании это значит, что каждые полгода они будут получать еще миллион. Поэтому это все, как бы, достаточно условно. Удается, потому что есть определенный бренд, имидж, репутация. Репутация того, что наши проекты успешны и мы доводим их все до конца, и инвестиции окупаются. Вот через это удается продавать. Кроме того, для кого-то кризис – это возможность. Ну, например, мы для себя поставили цель вырасти на падающем рынке. Когда начался кризис, мы подумали, ага, значит, прогноз был неутешительный, наш рынок упадет два раза. Вот мы сказали, ну окей, два раза, хорошо. Мы же консультанты и продаем консалтинг. Вот мы себя проконсультируем, и наша цель увеличить, вырасти на падающем рынке. Мы ее достигли. И так думают еще не только мы, да, если от компаний, которые так мыслили. Вот поэтому… А что, с вашей точки зрения, является основным критерием успешности вашего проекта? Основным критерием успешности? Я разделяю ее на два. Первый такой супер критерий для нас – это после нашего проекта должна в компании остаться работающая система управления. То ли это система управления финансами, то ли это система управления стратегией или процессами. Эффективность бизнеса повышают люди. Никакая система эффективность напрямую не повышает. Люди принимают, менеджмент компании каждый день на своем уровне принимают множество решений. И вот это к совокупности этих решений приводит к повышению или снижению эффективности бизнеса в целом. А системы помогают людям принимать эти решения быстрее, правильнее, эффективнее. Так вот, наша задача, мы технологи, мы ставим систему управления. И задача успешности, у нас первый эшелон успешности – это то, что мы сделали проект, мы ушли, а у компании работает система. Эта система работает каждый день, днем и ночью, постоянно. И люди, работая в ней, она помогает им повышать эффективность бизнеса. А второй же, в результате этого, да, то повышаются, снижаются затраты, повышаются продажи, растет прибыль. Это уже второй, как бы, эшелон критерий успешности. Интересно узнать ваше мнение относительно эффективности и практического применения новых западных технологий управления, которые все чаще используются украинскими компаниями. Ну, новых, вот совершенно каких-то космически новых западных систем управления, как-то на украинском рынке особо не наблюдается. Но, с другой стороны, то, что на Западе уже давно известно и внедряется, для большинства украинских компаний является новым. И, если рассмотреть, помимо классического области, в которой мы работаем, это управленческий учет, бюджетирование, планирование, экономический анализ деятельности компаний, я бы выделил еще два больших таких группы методов оптимизации. Первое, я объединяю, это философия Эдварда Деминга и японские методы менеджмента и управления в одну группу. Ну, они очень связаны, потому что Деминг, читая лекции в Японии в 50-51 годах, по сути заложил какую-то некую менеджерскую идеологическую основу, которую японцы очень сильно развили. И вторая группа методов очень интересных, которая появилась чуть позже, это теория ограничения систем, разработанная Голдратом в 80-х годах. И хотя эти методы существуют давно, и новыми их назвать сложно, для многих украинских компаний их применение может обеспечить прорыв в развитии. Поэтому в этом смысле они нужны. Борис, скажите, на Ваш взгляд, изменился ли подход украинских компаний к вопросу автоматизации своего бизнеса за последние несколько лет? Если да, то как? За последние несколько лет имеет смысл рассматривать кризисный период, потому что до-кризисный и после-кризисный. После-кризисный период подход к автоматизации стал более практичным, более циничным, скажем. Многие решили, что они сами там могут сделать. Ну так вот, начали серьезно экономить. Но, с другой стороны, лидеры рынка, которые к вопросу автоматизации, ну в каждой отрасли есть свои лидеры, которые к вопросу автоматизации и до кризиса подходили здраво и внедряли периодовые методы, и в кризис они продолжают также мыслить. Поэтому отрыв, кризис начал увеличиваться между теми передовыми компаниями и вот компаниями с неэффективным управлением. Те, которые проводят связь, понимают связь между результативностью эффекта, прибыль, эффективность бизнеса и системой менеджмента и автоматизации, те не экономят на этом. Те, которые не понимают связи, не экономят. Какие новые управления и технологии появились за последние несколько лет в Украине? Принципиально новых ничего не было изобретено, а из тех, которые на Западе, как я уже говорил, разработаны, то, что к нам, ну по спросу, по которому, например, у нас в переговорах сейчас очень много пошел спрос на показатели эффективности, KPI, система сбалансированных показателей, система стратегического управления, оптимизация процессов. Ну, вот такие. Ну, новыми их назвать сложно, потому что им десятки лет. Борис, добрый день. Меня интересует следующий вопрос. Ваша компания 15 лет лидирует на рынке управления консалтингом и автоматизацией. В чем ваш секрет успеха? 15 лет мы не лидируем. Нам 15 лет, но мы не с первых дней начали лидировать. Это произошло чуть позже. Первоначально мы работали так же, как и все консалтинговые компании. То есть, как это выглядит? Приходят консультанты, определяется предметом оптимизации, разработка стратегии или управление финансами. Начинается работа консультантов с менеджментом, встречи и так далее. И результатом работы чаще всего являлся отчет. Отчет консультанта, который делится, грубо говоря, на две части. Это, как у вас все плохо, и вторая часть, что нужно сделать, чтобы было счастье. И мы также работали, и отчеты составляли, и клиенты были довольны. Но у нас возник вопрос, а счастье всегда наступает или нет? И мы задумались, начали, или потенциальный клиент обращается, а как у вас в предыдущих, что у них там, счастье есть или нет после вашего проекта. Мы задумались и начали спрашивать, звонить, как там ребята у вас дела. И иногда было там все хорошо, а иногда были ответы, нет, нифига не работает. И тогда мы задумались, что нужно сделать для того, чтобы счастье наступало. И проделав эту работу, поставив себя на место клиента, проанализировав причины, провалы и так далее, мы выработали определенную технологию, которая не стопроцентную гарантию, но очень сильно повышает вероятность, что проект будет успешен, внедрен, и система будет работать. И там есть несколько методов. Это командная метода, то есть командообразование в начале, передача технологий, трансфермы это называем, когда мы формируем команду и передаем им новые знания, потому что любые новые системы заработают только после того, как критическая масса менеджмента примет новые знания и начнет их применять. Дальше они распространятся по компании. Потом совместное проектирование системы управления до автоматизации. очень важно, и там есть ряд моментов, почему так нужно делать. И следующий вопрос, мы автоматизацией изначально не занимались, но потом поняли, что немцы могут работать по бумажным регламентам, а славяне, к сожалению, тяжело. Поэтому мы поняли, что хорошо бы еще эти новые бизнес-правила автоматизировать, чтобы автоматизированная система помогала, направляла, контролировала, напоминала и так далее. И тогда вот эти бизнес-правила новые, вероятность, что она запустится, намного повышается. Поэтому мы работаем в двух областях одновременно. Мы делаем проект под ключ, мы делаем и оптимизацию бизнеса как консалтинг и тут же автоматизацию ее. То есть вот результат работы консалтинга является по сути техническим заданием для настройки системы автоматизации. Но вообще мы любим свое дело, поэтому тоже, наверное, и в этом есть определенный секрет успеха. Фанаты. Я фанат оптимизации бизнеса. В вашей коллекции более 100 методов в оптимизации. Все они универсальны или есть применение только в Украине для определенных компаний? Они все универсальны, но никакая компания не переживет 100 методов оптимизации. Это занадто. Для каждой конкретной ситуации выбираются те или иные группы методов. Более того, некоторые в Украине применять даже не стоит. Например, «Just in time» часть японских методов. Точно в срок. В полном виде вот эта философия для многих украинских бизнесов – это просто смертельно. То есть ее надо или локально как-то применять, или вообще не применять по ситуации. То есть мы из этих методов для каждой конкретной компании вместе с компанией выбираем те или иные методы и применяем их. Борис, у меня к вам личные вопросы. Автомобили какой марки вы предпочитаете и где и как вы любите проводить отпуск? Может быть, потому что я увлекаюсь японскими методами управления и оптимизации бизнеса. Наверное, поэтому Toyota – любимая марка. Ну и конкретно Lexus. Тут его был рабчик, на котором сейчас моя мама ездит, сдав 70 лет на права. Сейчас теперь ездит, колесит по Украине. А я езжу на Lexus. Люблю путешествовать Европу и весь мир. Следующая цель – Аргентина, Чили. Борис, добрый день. По вашему мнению, каким опытом, знаниями и образованием должен обладать консультант по управлению технологиями? Хороший вопрос. Основы менеджмента, экономика, понимание, как работает IT, опыт управленческой работы, чтобы это не было чисто начитано из книг, как без понимания. И глубокая специализация в выбранной области. Например, стратегия или оптимизация процессов. Понятно, вот такая. То есть, должно быть менеджерское, экономическое и понимание этих технологий. Вот это такой универсальный портрет консультанта, на мой взгляд. Добрый день, Борис. Интересует такой вопрос, что в большей степени влияет на успех внедрения автоматизированной системы управления? Больше всего с огромным отрывом от всех других факторов влияет поддержка и воля высшего руководства компании, чтобы система заработала. Если этого нет, то проект под большим риском, хотя его можно как-то вытащить сверх усилиями. А если это есть, то вероятно, что проект запустится очень высоко. Так, это главный фактор. На втором месте это опыт внедренца. То есть, первый фактор это воля высшего руководства компании довести дело до конца и внедрить систему управления, сделать бизнес системным. А второй же фактор это опыт и технологии внедрения менеджмента проектов от компании внедренца. На ваш взгляд, каких изменений следует ожидать на рынке информационных систем управления в ближайшие 2-3 года? Я и до кризиса, и сейчас считал, что инвестиции в области управления консалтинга, IT-технологий имеет смысл делать только если они быстро окупаются. То есть, если в оборудовании может быть инвестиционный проект с окупаемостью 3 года, 5 лет и так далее, то здесь, поскольку зона риска, а также изменчивость изменения технологий и среды очень велика, то это должны быть быстро окупаемые технологии. Соответственно, будут быть востребованы те приложения, решения, которые эта быстрая окупаемость обеспечивает. То есть, должно работать правило Парета. А для этого нужно, чтобы правило Парета работало, найти те 20% усилий, которые дадут 80% результата. И, кстати, классические тяжелые ERP решения под эту категорию, под эти критерии, они не попадают, потому что цикл внедрения велик там пару лет, и там, наоборот, 100% усилий надо приложить, да, и получить, ну, иногда хороший, иногда не очень хороший результат. Поэтому, то есть, BI решения, бизнес-перформанс-менеджмент решения, какие-то такие, ну, то есть, решения, которые быстро внедряются и дают быстрый результат. А как Вы считаете, стоит ли сейчас переводить денежные средства на счета в банках и в другие валюты или курс национальной валюты останется неизменен? Мы системщики, занимаемся консалтингом по построению систем управления, поэтому данный вопрос – это не к нам. А если лично обо мне, у меня уже 6 лет нет телевизора, я его вообще не смотрю. Расскажите, пожалуйста, как долго и каким образом Вы строили свою карьеру? Да, карьера – это даже сложно назвать. Я предприниматель. Началась перестройка, и я ушел в свободное плавание. Поработал два года, типа фрилансера. Первое образование у меня программист, поэтому, естественно, то, чем я занялся – это была разработка программного обеспечения. Вот. Потом организовал в 91-м году собственный бизнес, и через какое-то время понял, что если у компании хаос в управлении, то автоматизирую это, не автоматизирую, особого эффекта это не дает, и занялся управленческим консалтингом. Получил там второе образование уже менеджерское западное. Вот. А с точки зрения… Ну, то есть, как такой карьеры у меня нет, да, я больше предприниматель. Моя личная миссия – это переносить на Украину передовые технологии, которых здесь нет. И таким образом стартовали несколько проектов. И «Спайдер Украина», и «Интали Украина», «Астор Украина» и так далее. Какой, по вашему мнению, должен быть алгоритм действий иностранных компаний при вхождении в Украину в сфере оказания сервисных услуг при использовании иностранного оборудования и специалистов? Ну, очень сильно перекликаю со своим предыдущим ответом. На мой взгляд, оптимальный и очень быстрый результат достигается, если вот в данном вопросе, что есть, да, есть продукт уже, работающий в разных странах, себя зарекомендовавший, и определенные риски уже понесены, да. То есть, хорошо бы получить прибыль на рынке Украины, если это классный продукт. С другой стороны, Украина тоже, возможно, нуждается в таком продукте. Поэтому самый быстрый способ – найти команду, которая знает украинский рынок очень хорошо, да, и сделать или совместное предприятие, ну, какую-то такую форму, да, привлечь ее для того, чтобы снизить риски, потому что украинский рынок имеет свои специфические особенности. Даже от российского он сильно отличается, не говоря уже о западном. Вот поэтому это самый быстрый и оптимальный вариант. Проще ли работать напрямую, или надо открывать представительство, какую роль играет в этом случае представительство? Ну, я даже не представляю, как напрямую работать, поэтому это достаточно сложно. Ну, хотя сейчас интернет активно развивает, ну, это зависит, наверное, еще от продукта. Ну, если там, сейчас общая тенденция последние, там, лет 20-30 в мире – это снижение роли самого физического продукта и все больше доля сервиса, консалтинга, ну, стоимости. И поэтому с учетом этого работать напрямую, оказывать здесь сервис, консалтинг, ну, сложно, да. Поэтому, скорее всего, все же это вот через представительство, с учетом и ту команду, которая будет знать рынок Украины, менталитет украинский и так далее. Пожалуй, микробизнес в Украине является наиболее кипким и эффективным оптимизатором своего бизнеса в хорошем понимании. Скажите, микробизнес ваш, клиент? Если да, то какие работающие технологии повышения эффективности бизнеса вы можете ему предложить? Микробизнес? Ну, тут спорный вопрос по поводу вообще начала фразы, потому что вопрос задержит сначала утверждение, а потом уже вопрос, да, вот по поводу утверждения, является ли микробизнес там наиболее эффективным. Микробизнесу не хватает знаний, не хватает менеджмента, чего не отнять гибкости и мобильности, да, то есть вот это не отнять. Причем эффективен он больше за счет выживания, за счет того, что очень многие стартуют, разоряются, но некоторые выживают, да, и вот за счет этого обеспечивается какое-то развитие достаточно быстрое. С точки зрения наших услуг, то микробизнес прямым клиентом нашим не является, а только в области чтения наших книг и чтения наших семинаров пока. Ну, поскольку у микробизнеса просто нет финансовых ресурсов. Но тоже неплохо, там есть много полезных идей в наших книгах и семинарах, и это тоже хорошо. Скажите, с кем конкурирует интерьер? Мы конкурируем на двух полях. Первая поляна – это чистый управленческий консалтинг, где мы конкурируем с чисто консалтинговыми компаниями. Но поскольку мы делаем комплексные проекты под ключ, 99% наших доходов – это проекты консалтинг плюс автоматизация, связка, то мы конкурируем и с IT-компаниями. Перед IT-компаниями у нас огромное преимущество, потому что мы делаем консалтинг. Перед консалтинговыми компаниями у нас есть преимущество, потому что мы доводим это до конца и автоматизируем. Скажите, сколько стоит звание лучшего топ-менеджера в топ-100, сколько стоит звание человека и другие звания? Звания меня лично мало волнуют, и вообще мы достаточно такая этичная компания, поэтому ни за что не платим, ни за статьи, ни за рейтинги и никогда. Может, они и продаются как-то, но в те рынки, в которые мы попадали, ничего не платили. Более того, наши продукты иногда занимали какие-то места в рейтингах, и мы узнавали это от наших клиентов, в частности, корпоративный менеджмент и так далее. Поэтому вот так. Какую долю должны занимать административные затраты компании в общих затратах? За сколько должна укупаться новая пола в компании? Это очень сильно зависит от бизнеса. От нескольких процентов до 50 процентов. Это зависит очень сильно от бизнеса. А вот на второй вопрос я уже отвечал. Затраты на ПО должны окупаться меньше, чем за год. Если срок окупаемости больше, то этот проект сомнительный, и, может быть, не стоит его начинать. Каким образом Вы повышали прибыльность «Шахтер» и «Интер» и «Тек»? Насколько удалось повысить прибыльность? Мы системщики внедряем систему управления. Если говорить о футбольном клубе «Шахтер» или «Интер», то мы там внедряли систему управления финансами, планирования, бюджетирования. По нашей технологии. Проводили обучение, настраивали систему, проектировали систему и так далее. А уже эта система обычно всегда повышает эффективность, снижает затраты и так далее. Если говорить о «Тек» компании управления активами, то там у нас был комплексный проект с управлением проектами, управлением отношений с клиентами, общая автоматизация, бюджетирование, планирование. Я даже не помню, там пальцев не хватает, перечислить, чего там только не было. То есть это была комплексная система внедрения, такая ERP-система. Причем для данной отрасли решения вообще не было, поэтому приходилось с нуля его делать. Я не люблю таких методов, но в данном случае это было просто необходимо. Какие перспективы роста для вашей компании вы увидите в будущем? Хорошие. Пока есть бизнес. И пока он озабочен повышением эффективности, консалтинг нужен. Бизнес в Украине пока не запретили, и это хорошо. С точки зрения перспективы роста, некоторые услуги стабилизировались, некоторые услуги начинают пользоваться спросом. Например, если с точки зрения 10 лет назад бюджетирование было для многих компаний, ой, какое-то открытие, да, то сейчас это уже такая норма, про которую все знают, и надо убеждать, что это нужно. Но зато там переограничение системы или там управление по KPI, стратегия, система сбалансированных показателей начинает набирать обороты. Поэтому в этом смысле, в смысле расширения продуктов есть, есть хорошая перспектива. И последний вопрос. Борис, вы очень красивый мужчина, скажите, вы женаты? Да, женаты. И даже есть дети, дочки и сынуля. В принципе, это все вопросы. Мы вам очень благодарны, что вы нас завели и ответили на вопросы наших читателей, в нашем портале. Дуже приятно было. Звертайтесь.